Меня зовут Бермет Рахманова, мне 42 года, город Москва. Пожалуйста, расскажите вашу историю, вообще кем вы по профессии являлись, кем работали, как встретились в компании, почему? Я по профессии медсестра, проработала в традиционной медицине 18 лет. Как говорится, сапожник без сапог, многие медики тоже страдают многими заболеваниями. Я тоже заболела гипертонической болезнью высокого риска, и врачи меня взяли на учет в кардиологический центр и стала принимать лекарственные препараты от давления. Да, я принимала в течение трех лет, но результата никакого не было. Чем она вам мешала? Медицина эта говорится как тихая смерть, это адские боли, головные боли. Иногда пришлось мне вызывать скорую помощь, врачи не помогали, но там меня откачивали, но где-то неделю ходила нормально, опять начиналось, поднималось давление. И вот результата такого не было. То есть прямо такие были риски летального исхода? Да, я же как людик, я же прогноз этого заболевания знаю уже. Прогнозы это летальный исход. Да, инсульта доходит, из химического, геморрагического инсульта. У меня отец умер рано от инсульта, вторичного инсульта. Но я не уставала просить у Всевышнего о помощи, чтобы показать путь. И шла в компанию Тянщи, я сразу поверила в продукцию. То есть получается у вас, вы даже переживали по поводу того, что наследственно может быть тоже такой же летальный исход, что вы повторите историю. Не смирилась с этой болезнью и стала принимать продукцию Тянщи. Хорошо, а медицина, это что сказала, какие лекарственные препараты, как вы вообще работали, если постоянно такие страдания, боли, как вы ходили на работу? Да, я работала, работала даже старшей медсестрой. И работала именно в терапевтическом отделении, где лежали больные пациенты с гипертонистской болезнью. То есть вы болели сами? Да. Находились в высокой степени риска, с летальным исходом. И лечили тем же самым лечением тех, кто в таком же положении практически находился. Да, да, да. Ну, я пробовала даже народные медицины. Вот, настойки с лимоном, чесноком, с петрушкой. И многие-многие методы пробовала, но все они результата не давали. А почему так боролись прямо с этой болезнью, боролись, скажем так, за жизнь, чтобы подольше пожить? Что у меня прям удержала? Ну, все... Я хотела быть... Да, у меня были дети, дети маленькие. Я хотела жить ради них, ради себя, ради них, ради близких. Я всегда в глубине души, в глубине души я верила в Бога, что покажет мне какой-то путь, какой-то выход от этой болезни. Что вы им говорили, например, дети, мама болеет, это опасно, вы можете остаться одни, там? Я нет, такого не говорила, даже близким, родным даже не говорила о своем диагнозе. Я сама боролась. Страшно было? Да, конечно, страшно было. Когда доходило давление до 200, до 180, нижнее было до 200, доходило, и нижнее до 120. Это очень высокий риск. Поэтому, конечно, было очень... То есть вы практически думали, что могу не выйти из этого состояния? Такого страшного вот этого не представляла. Я всегда по жизни оптимистка. Оптимистка, верю в Бога, верю в себя. Ну, познакомились с женщиной, которые в магазине были, сходили на конференцию, увидели возможности по здоровью для себя, получили результат. А в чем заключался результат? Результат заключался в том, что у меня с 220 давление снизилось до 120 на 80. А что пили, ели из продукции Тинши? Что взяли? Начали программу, базовую программу. Это чай, хитозан, кардисепс, цинк, кальций, общий кальций, мозговой кальций. Потом принимала и КАН, и Ресвератрол. Все продукции я очень люблю. Применяла и Шоу КАН, это давление, расческа и Шоу КАН. Я с тех пор очень люблю продукции и всем рекомендую, чтобы быть здоровой. А это нормализовалось, да, артериальное давление? То есть через неделю вы почувствовали первый результат и в дальнейшем уже... Да, да, да. А как медик, вы можете объяснить, почему так произошло? Лекарственные препараты, это только убирает симптом болезни. Например, голова болит, от головной боли таблетки принимаешь, и он симптом убирает. Потом я стала изучать продукции компании Тинши. Оказывается, в китайской медицине очень отличается от западной медицины, потому что концепция китайской медицины состоится в том, что сперва очищается организм, потом восстанавливается, потом регулируется. А в традиционной медицине у нас применяются только химические препараты, которые убирают только симптом от болезни. То есть в последственное время заглушают, верно? Да. Отлично, что бы вы порекомендовали людям, которые еще, может быть, сомневаются либо в банках, либо в бизнесе, ну, вообще думают, стоит ли стоит с этой компанией сотрудничать, что это стоящий ли вариант? Я бы порекомендовала не бояться. Продукция работает, я бы говорила, не на 100%, а на 200%, потому что это натуральный, на основе традиционной китайской медицины. Здесь получат результаты, хоть это давление, хоть это бронхиальная астма, хоть это аллергические заболевания. Продолжение следует...